Тимур, с победой. Во-первых, ожидал ли ты, что выйдешь сегодня с первых минут? Да, мы наигрывали с тренером. Тренер наигрывал тактику. И я ожидал этого. Много было новых людей в составе. Состав немножко экспериментальный. Быстро удалось найти взаимопонимание? Да, конечно. Мы на тренировке каждый день вместе тренируемся. Мы уже друг друга понимаем. Вот вышли на поле и решили, можно сказать, задачу на сегодняшний день. Ну, быстро Локомотив заработал пенальти. Ты сам вызвался бить или тебя назначили до матча? Меня назначили. Меня тренер назначил бить пенальти. Слава Богу, получилось. Вот. Вадим Раков молодец. Но ты, когда шел к точке, было волнение? Все-таки мог прервать свою серию и прервал, к счастью? Честно говоря, нет. Я уже как-то это переборол, выходя бить пенальти, потому что это лотерея. Если все выше не даст, значит, это будет. Второй гол получился очень красивым. Прежде всего, комбинации. Уже пересматривал? Второй гол? Нет, не пересматривал, потому что я чутко восстанавливался после игры. Мне было плохо. Вот. Но сейчас сяду в автобус, начну смотреть и отвечать своей семье. Ну, как тебе в моменте этот гол показался? Да, честно говоря, у меня еще в голове только складывается, как мне Вадим Раков дал с дальней дистанции пас вдоль линии. И я замкнул на дальней. Все остальное я не помню. Ты даже не успел толком порадоваться? Там соперник получил травму. Что там случилось? Соперник ударился ногой об штангу. И я запереживал за него, потому что не так важно мне забить гол, как здоровье другого человека. Раков забил второй победный гол в Кубке. Что изменилось по сравнению с прошлым сезоном у Вадима? У Вадима он раскрылся. Ему начали... Ну, ему и доверяли. Но сейчас чуть больше он себя начал показывать. И, конечно же, тренерский штаб начал ему доверять. Он молодец, оправдывает ожидания. Сегодня он просто три из трех, так сказать, можно решил. Заработал пенальти, отдал голевую и забил гол. Что еще надо для счастливой жизни? Как тебе сегодня наши болельщики после матча пошли к ним? Традиционно уже, да? Да, традиционно пошла команда. К сожалению, у меня не получилось, потому что мне было плохо. И я хочу выразить благодарность нашим болельщикам, потому что я слышал после каждого гола. И до этого они скандировали мою фамилию и, в общем, поддерживали команду. Спасибо им большое.